Первый канал и компания «Телеформат» представляют. На скамье подсудимых красивая молодая женщина. Ее обвиняют в организации покушения на убийство любовника. Однако покушение не состоялось. Кто раскрыл жестокий замысел? Виновата ли подсудимая в преступлении, когда любовь превращается в ненависть? Прошу всех встать. Суд идет. Здравствуйте, господа. Прошу вас, садитесь. Судебное заседание объявляется открытым. В этом году рассматривается уголовное дело по обвинению Полины Георгиевны Сапожниковой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30-й и пунктом З части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в приготовлении к убийству, совершенному по найму. Наталья Ивановна, свидетели явились? Да, Ваша честь. Свидетели ожидают вызова в коридоре. Благодарю вас. Подсудимая, встаньте, пожалуйста. Представьтесь. Сапожникова Полина Георгиевна. Когда и где вы родились? 1972 года, 17 августа, в городе Геленджике. Скажите, подсудимая, где вы проживали до заключения под стражу и где вы зарегистрированы? Постоянная прописка в Москве по адресу улица Новосущевская, дом 74, квартира 56. Вы состоите в Брате? Уже нет. Разведены? Да. Место вашей работы? Работаю менеджером сети кофеин. Копию обвинительного заключения своевременно получили? Да. Садитесь, пожалуйста. Андрей Тимурович Солнцев, вы потерпевший по делу? Да. Садитесь, пожалуйста. В этом процессе председательствует федеральный судья Сергей Анатольевич Пашин. Государственное обвинение поддерживает прокурор, старший советник юстиции, Марина Борисовна Улищенко, адвокат Александр Станиславович Трещев и секретарь судебного заседания Наталья Ивановна Воропаева. Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Вы имеете право заявить отвод названным лицам, если считаете, что кто-то не объективен? Нет. Не желаете заявить отвод? Садитесь. Александр Станиславович, у вас отводы? Нет, Ваша честь. У потерпевшего? Нет. Государственное обвинение. Отволос не имею. Благодарю вас. Подсудимые, пожалуйста, встаньте. Я буду разъяснять вам ваши права. Пожалуйста, проявите максимум внимания. И если вам что-то покажется непонятным, непременно переспросите. Понятно, да? Да. Итак, вы имеете право на защиту. Это право вы можете осуществлять любыми средствами, которые не противоречат закону, как с помощью вашего защитника, так и лично. Вы сможете заявлять ходатайство, приносить жалобы, в том числе обжаловать приговор, если он состоится, возражать против моих действий, и ваши возражения будут внесены в протокол судебного заседания. В конце судебного разбирательства вы получите возможность обратиться к суду с последним словом. Ваши права вам понятны? Да, Ваша честь. Прошу вас, садитесь. Уважаемые коллеги, есть ли ходатайство до начала судебного следствия? Не имею. У вас? Нет, Ваша честь. Постанавливаю перейти к судебному следствию. Прошу вас, Марина Борисовна, изложите содержание обвинения. Ваша честь. Подсудимый обвиняется по части 1 статьи 30 и пункту З части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сапожникова Полина Георгиевна попыталась организовать убийство своего любовника Солнцева Андрея Тимуровича. Два года назад подсудимые потерпевшей познакомились и стали встречаться. Потерпевший был женат, и подсудимой было это известно. Потерпевший стал помогать подсудимой в том числе и материально, практически содержал ее. Потерпевший испытывал к подсудимой самые искренние и серьезные чувства. Солнцев сообщил Сапожниковой, что оставил ей по завещанию 1 миллион 400 тысяч рублей, что эквивалентно 50 тысячам долларов. Именно тогда подсудимая задумала свой коварный план. Она решила убить любовника и забрать завещанные ей деньги. Сапожникова пользовалась услугами частного водителя Смирницкого Кирилла Алексеевича. 3 июля 2005 года именно к нему обратилась подсудимая с предложением убить Солнцева. Подсудимая знала, что Смирницкий проходил подготовку в отряде специального назначения и в свое время участвовал в военных действиях. Также подсудимая знала, что Смирницкий в настоящее время нуждается в деньгах. За убийство любовника подсудимая предложила Смирницкому вознаграждение 5 тысяч долларов, что эквивалентно 140 тысячам рублей. Однако Сапожникова не знала, что Смирницкий также служил и в милиции. Он сделал вид, что согласен совершить преступление, а сам решил пресечь все попытки подсудимой совершить убийство. Смирницкий сообщил о готовящемся преступлении Андрею Солнцеву, а также в милицию. Оперативные сотрудники приняли необходимые меры. Смирницкий предъявил подсудимые фотографии якобы убитого Солнцева. Она передала деньги за убийство и в момент передачи денег Сапожникову задержались по личным сотрудники правоохранительных органов. Все эти факты обвинения докажут. По делу проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала подсудимую вменяемой в отношении инкриминированного деяния. Благодарю вас. Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Полина Георгиевна Сапожникова, понятно ли вам, в чем вас обвиняют? Да. Признаете ли вы себя виновной? Нет. Я отдавала долг. Я должна быть обвинена за то, что я отдавала человеку денежный долг? Ну, смотря в чем вы видите свой долг. Значит, невиновна. Так и надо записать. Нет. Прошу вас, садитесь. Александр Станиславович, ваша подзащитная намерена дать показания? Нет, Ваша честь. Она решила воспользоваться своим правом конституционной 51-й статьи, не давать показаний. Она также сделала это в ходе предварительного следствия, указав единственное на тот факт, что действительно знала Солнцева и вернула долг Смирницкому в размере 5000 долларов, эквивалентно 140 тысяч рубля. Да. Благодарю вас. Право хранить молчание конституционное. И я думаю, мы можем в таком случае начать с допроса потерпевшего, если стороны обвинения не возражает. Андрей Тимурович Солнцев, встаньте, пожалуйста. Я предупреждаю вас о том, что в суде надо говорить правду. Отказ от дачи показаний и дачи ложных показаний – это преступление. Вам понятно? Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, как давно вы познакомились с подсудимой? Какие у вас отношения сложились? Мне очень сейчас немножко трудно. Просто напротив сидит женщина, которую я люблю. Говори, судья Андрюш. Отвечайте, пожалуйста, на вопросы. Как вы познакомились с подсудимой? А, да, извините. Рядом с моим офисом, где я работаю, есть очень хорошая кофейня. Я туда часто заходил, был постоянным клиентом. Вот там я увидел Полину. И стали общаться? Она туда перешла работать с новым менеджером. И стали общаться с ней? Да. Да меня туда словно тянуло магнитом. Она сначала не замечала меня, как будто нет меня. А потом вдруг сама подсела и говорит, ну, привет. Вот так все и началось. То есть ваши отношения с подсудимой завязались таким образом, да? Да, можно так сказать. Мы хоть и были знакомы всего лишь считанные минуты, а мне казалось, что мы знакомы всю жизнь. Потом через два дня буквально мы поехали отдыхать вдвоем. Вдвоем. Это было абсолютное сумасшествие. Простите. Разрешите, Ваша честь. А расскажите, как в дальнейшем ваши отношения развивались? Потом приехали в Москву. Я решил забыть. Я сказал, солнцев нет. Вот. Но чувства переселили меня. Не мог я. Да ну все не расскажешь, Ваша честь. А каковы были ваши, ну так скажем, материальные взаимоотношения с Полиной? Да не было у меня никаких, как вы сказали, материальных отношений. Просто я помогал ей финансово. Вот. Она, конечно, отказалась. Но я ее убедил в том, что в этом нету ничего унизительного. Ваша честь, разрешите вопрос. Хорошо. Потерпевший, скажите, пожалуйста, а вы подсудимой рассказывали о том, что вы женаты? Сказал. Сказал. Но я сказал, что моя жена, она очень больной человек. И то, что я не могу ее бросить. Я соврал. Да, потому что боялся потерять Полину. Марина Борисовна. Но тем не менее, вот известно в ходе следствия, что незадолго до покушения вы все-таки сказали ей о том, что ваша жена абсолютно здорова, а Полине вы солгали. Да, я сказал. И как она отреагировала на эти слова? Засмеялась. Ну, потом, правда, заплакала. А потом стала твердить одно и то же, что она мне надоела, я ее собираюсь бросать. Мало того, что я ей сказал, что никогда так не поступлю. И сказал, что, мол, составил на тебя завещание. То есть вы сказали Полине, что завещали ей некоторую сумму денег, правильно я понимаю? Протестую, Ваша честь, это наводящий вопрос. Протест отклоняется. Неужели мне нужны были твои деньги, Солнцев, а? Да ты мне нужен был. Нет, я сказал, сколько я оставил, да, чтобы в лишний раз убедить тебя, что я не собирался уходить от тебя. Да я сам дурак, надо было женой решить все. Она была в курсе, жена. Я собирался подавать заявление в суд. Ваша честь, я хотела бы обратить внимание сюда, на лист дела 54, там имеется завещание, которое Солнцев удостоверил нотариуса. Так вот, согласно этому завещанию, он супруге и своему несовершеннолетнему ребенку завещал квартиру и машину, а некоторую сумму денег действительно завещал подсудимый. Имеется такой документ, удостоверяю. Да, я показывал ей копию завещания. Господи, ну неужели вы думаете, что мне нужны эти несчастные деньги? Солнцев, ты мне нужен был. Ты, а не эти твои деньги. Что дальше произошло после вашего разговора, когда вот вы вот все ей... А, на следующий день. На следующий день, она сказала, у нее очень больна мама. Я предоставил ей все возможные знакомства. Она отказалась, сказала, что договоренность с врачами, с клиникой, с паспортом, с визом, все есть. Только одного нет, денег нет. Я, разумеется, дал ей 5000 долларов. Ваша честь, вот я хотела бы обратить ваше внимание на особый цинизм подсудимой. Деньги на убийство потерпевшего она взяла у него же. Протестую, Ваша честь. Я хочу обратить внимание сюда, что вина моей подзащитной еще не доказана. И мы здесь и рассматриваем материалы уголовного дела, а не морально и этическую сторону. Потому что, как следует, из того, что мы здесь слышим, у многих рыльцев пуху. Это одно из доказательств. Ну, факты уголовного дела... Это факт. Факты уголовного дела всегда эмоционально окрашены, всегда морально окрашены. Я не вижу нарушений со стороны прокурора. Можно я дальше... Да, конечно. Буду задать вопросы. Как развивались ваши отношения дальше? Да никак. Потом пришел Кирилл Смирницкий. Вот. И сказал, что я заказан любимой женщиной. Ваша честь, в деле также имеется видеодоказательство. Это съемки, оперативная съемка задержания подсудимой. И я просила бы суд продемонстрировать ее, как одно из доказательств. Возражений не будет? Нет, Ваша честь. В таком случае, Наталья Ивановна, прошу вас, помогите нам с видеозаписью. Я не хочу ничего видеть. Вот деньги пересчитай. Я не буду ничего пересчитывать, я должен быть уверен. Посмотри на фотографии. Я не хочу, сказала. Вот деньги. Тебя больше знать не хочу. Так, ребят, пошли. Ваша честь, ну вот на мой взгляд, это более чем красноречивое доказательство вины подсудимой. Ваша честь, я протестую, потому что я внимательно смотрел эту видеозапись. Единственное, что я увидел, что она передала деньги, но она не отрицала факт наследствия. Она сказала, что отдала долг об убийстве, о заказе здесь с ровным счетом ничего не сказано. Я сомневаюсь, что вот так долги отдают. Сум оценит доказательства. Благодарю вас, коллеги. Будут ли еще вопросы к потерпевшему? Нет, у меня нет, ваше честь. У вас? Нет, ваше честь. Спасибо вам за показания. И первый свидетель обвинения, Кирилл Алексеевич Смирницкий. Пригласите его, пожалуйста. Свидетель Смирницкий. Кирилл Алексеевич Смирницкий, не так ли? Да, ваше честь, именно так. Скажите, пожалуйста, с подсудимой и с потерпевшим вы знакомы? С подсудимой, да, я знаком. Мы познакомились случайно, я ее подвозил. Ну, разговорились, а потом предложил вывозить ее постоянно. Вот и возил. Как частное такси, ей хорошо и мне нормально. Разрешите, ваше честь. И расскажите, как долго вы с ней знакомы? Ну, где-то около года. Около года. Ну, мы уже так, уже нормальные, приятельские отношения такие были, так общались. Она мне о себе рассказывала, я о себе. Ну, вот о себе, что вы ей конкретно рассказали? Ну, что я имел спецподготовку, имею точнее. Побывал в горячих точках, вот. Ну, что сейчас, вот, частным извозом занимаюсь, а потом собираюсь, вот, хочу открыть частное детективное агентство. Вот. Наверное, вот, совокупность этих факторов и позволила с Полине сделать вывод, что я могу стать наемным убийцей. На скамье подсудимых красивая молодая женщина. Ее обвиняют в организации покушения на убийство любовника. Однако покушение не состоялось. Кто раскрыл жестокий замысел? Виновата ли подсудимая в преступлении, когда любовь превращается в ненависть? Приблизительно 3 июля, если я не ошибаюсь, до 3 июля, ну, я, как обычно, заехал за Полиной в кафе в ее, ну, чтобы забрать с работы. Она с подругой была. Сначала подругу отвезли, потом Полину повез отвозить. Вот. А вот когда подъехали, ну, все как обычно, короче, каждый день. Вот. А когда подъехали к подъезду, она мне говорит, давай ко мне поднимемся, есть разговор серьезный, надо кое-что обсудить. Я говорю, а что обсуждать-то? Мне говорит, ну, хочешь агентство открыть, тебе на него деньги нужны? Ну, я и говорю, да, нужны, все. Поднялись к ней. Вот. Ну, а дальше... Такие странные разговоры начались. Она мне, короче, говорит... Я тебе, ну, начала интересоваться, приходилось ли мне убивать на войне. В общем, я не понял, к чему эти вопросы, вообще не люблю на эту тему говорить. Вот. Он говорит, потом сказал, есть, для тебя есть работа. Надо убрать одного человека, за это я тебе 5 тысяч баксов-то заплачу. Ну, вот, собственно, все. Вы согласились принять это предложение? Да что вы, нет, конечно, я был в шоке. Я растерялся, но потом смотрю, она настроена очень серьезно. Она говорит, ну, что, тебе, значит, деньги не нужны? Я говорю, нет, такие мне не нужны, все. Ну, тогда, говорит, я найду другого. Вот. И я подумал так, ну, действительно, найдет какую-нибудь отморозку, и ее надо остановить было, просто остановить, и все. Вот. И тогда я сказал, ладно, я готов. Ну, рассказывайте, что дальше произошло? А, дальше? Ну, дальше мы с ней договорились таким образом. Дала она мне фотографию координаты человека. Вот. Ну, собственно, вот таким вот образом я ей сказала, что как только все будет готово, скажи, просто отзвонись и скажи, что готов вернуть, приехать с деньгами. Ваша честь, разрешите в подтверждение показаний свидетеля сослаться на материалы дела? Лист дела 35, имеется фотография потерпевшего Солнцева, и, замечу, с отпечатками пальцев подсудимой. Была проведена дактилоскопическая экспертиза. И на листе дела 37 имеется вот такой листок, значит, с записью домашних мобильных рабочих телефонов Солнцева потерпевшего. Его место жительства указано, место работы и распорядок дня. На листе 37 вот эти записи сделаны рукой свидетеля. Ваша честь, разрешите? Я считаю, что это ни в коей мере не может служить доказательствами вины моей подзащитной, потому что я согласен с представителем обвинения, который сказал, да, действительно, все было написано рукой свидетеля, и только своего слов, как он нам говорит, ему якобы кто-то сказал. Более того, почему-то обвинение умолчало о том факте, что эта же экспертиза дактилоскопическая обнаружила на фотографии пять различных отпечатков разных рук. А значит, это не говорит о том, что именно моя подзащитная передала ему эту фотографию. Благодарю вас, коллеги. Тем не менее, это доказательства, которые должны быть оценены, они допустимы и относимы к данному делу. Уважаемые коллеги, я только за то, чтобы все вещи назывались. Вы сказали одни отпечатки, я сказал, что их там пять. Позвольте мне оценивать доказательства, и сделаю я это, когда удалюсь в совещательную комнату. Сейчас не время. Итак, вы утверждаете, что получили от подсудимый заказ на убийство господина Солнцева. И как вы стали действовать потом? Ну что, я понял, что женщину в таком состоянии не остановить. И я обратился в районное ВД к ребятам. Ну, слава богу, знакомые еще остались. Вот. Рассказал все, как есть. Вот. Ну и поехали вот к господину Солнцеву. Вот. Сказали ему, как, что. А, значит, и что, в общем, заказчицу, ну вот, Полину, в смысле. Можно поймать за руку только при передаче денег. Вот. Ну, собственно, так и поступили. Простите, я прерву свидетелей еще на минутку. Тоже хотела бы обратить внимание сюда. В качестве вещественных доказательств к делу приобщены фотографии, где изображен, ну, снят потерпевший Солнцев. Ну, как будто его убили. То есть вот они так смонтированы, сделаны. И данные фотографии оперативными сотрудниками были переданы свидетелю. Ну, а что дальше происходило, я думаю, он уже нам расскажет. Да, продолжайте. Ну, а что, числа приблизительно... Да, 7-го числа, 7-го июля, значит, когда все было готово, значит, я отзвонился Полине. А господину Солнцеву, Андрею, мы попросили, ну, чтобы он отключил мобильники. Насколько знаю, он вообще из города уехал. После этого, что, поставили мне скрытую камеру. Я отзвонился Полине, мы с ней встретились, она мне передала деньги, и ее сразу же задержали, все. Ваша честь, разрешите? Свидетель, скажите, пожалуйста, а вы ранее не были знакомы с потерпевшим? Нет, он абсолютно посторонний человек для меня. Посторонний человек. То есть вы не знали ни его родственников, близких, родных, знакомых, коллег? Нет, не знал. Не знали? Нет, не знал. Ваша честь, я хочу обратить внимание сюда, что свидетель сказал, что не знаком ни с кем из лиц, которые имеют какие-то отношения к потерпевшему. Защита в дальнейшем представит суду доказательства, что эти показания ложные. Мы также представим доказательства еще и того, что моя подзащитная, не единственный человек, кому было выгодно убийство господина Солнцева. Поэтому я подвергаю сомнение, показания, правдивость свидетеля. Я бы хотела заметить, уважаемый коллега, коллеги, что действительно сейчас не время для премии, а то я тоже буду ваши доказательства подвергать сомнению, и мы затянем процесс. Коллеги, есть ли еще вопросы к свидетелю? Нет, я не имею. У вас? Нет, Ваша честь. Спасибо вам за показания. Прошу вас в первый ряд сядьте. Вызывается Марина Павловна Солнцева. Свидетель Солнцева. Марина Павловна Солнцева, правильно? Да. Вы супруга потерпевшим. Да. Расскажите, что вы знаете по делу. Неизвестно, что мой муж завел роман на стороне. С этой самой Полиной. Разрешите вашу честь. Да, прохожу. А вам известно, что ваш муж собирался с вами разводиться? Разводиться? Солнцева, ты что, разводиться со мной хотел? Ты что, Марина, успокойся. Ты что спектакль устраиваешь? Дай, собирался с тобой разводиться. Ты была в курсе. Ты что, вообще, Дрюш, ты что? У тебя что, вообще крыша съехала? Мы просто поссорились с тобой. Ну и что? Я тебе говорил, что мы с тобой собирались разводиться. Полина, ты серьезно вот клянусь. К порядку, пожалуйста, потерпевшая. Марина Борисовна, продолжайте. То есть, я поняла, что для вас это новость. И ваш муж не говорил вам о разводе. Мы не собирались разводиться. И никогда никаких разговоров о разводе в нашей семье не было. Марина Павловна, уважаемый свидетель, но тем не менее, вы знали, что у вашего мужа есть любовница? Знала, но разговоров о разводе в доме не было никогда. Спасибо. Вам известно о завещании, которое написал ваш муж. Удостоверил он нотариуса. И там в качестве наследников фигурирует, в том числе, помимо вас и ребенка, вот его любовница Полина. Ну, оно шокировало мне, это завещание. Я не знаю, как передать вам свои чувства. Молодой, здоровый мужчина вдруг вздумал писать завещание. Но, как бы, потом меня оно очень сильно обидело. Я с ним 13 лет прожила, а он деньги какой-то... Извините, чужой женщине отдаёт. Но, опять пришлось занять позицию мудрой женщины. Посидели, поговорили. Андрюша объяснил, что он виноват. Виноват перед ней, виноват передо мной. Ну, что... Ну, тоже как-то должен позаботиться о ней. И я так поняла, что это в качестве отступных ей завещано было. Ну, за то, что он бросить её решил. Да ну, что ты говоришь? Ваш студент, врёт она всё? Ну, я... Ваша позиция понятна, я уже слышу. Да, спасибо. Свидетели, скажите, пожалуйста, а какие у вас были отношения с мужем в последнее время? Прекрасные отношения. Но на терпимости моя может быть построена, потому что... Понимала, что он мужик видный, успешный. Женщина всегда вокруг. Знала, что отношения на стороне у него всегда были. Ну, такую позицию заняла мудрая, терпеливая женщина. Сын растёт, понимаете? Правильно ли у меня информация, что вы не работаете в течение последних семи лет? То есть вас содержит полностью муж? Ну, что здесь такого, да? Ничего такого особенного нет. Я просто хотел задать ей вопрос и получить ответ, потому что... Правильно ли я понимаю, что если бы он с вами развёлся, вы бы остались без средств к существованию? Почему же? Я и работать могу пойти. Слава Богу, сын 12 исполнилось. Свидетель, ну вы как-то так очень спокойно говорите об изменах мужа. Это всё-таки такое чрезвычайное обстоятельство, а вы легко относитесь к этому. Ну, неспокойно, конечно, но терпимо. Понятно. Ну, к тому же и у меня своя личная жизнь есть. На солнце ли свет клином не сошёлся? А, ваша честь, она врёт. Вы повторяетесь потерпеть. Она врёт. Ещё одно. Солнце, поспокойся! Ты минуту назад здесь в спину рта кричал, что хотел со мной развестись. И что? Ну, какое твоё дело? С кем я и что? Да всё, она врёт. Нет у неё никого. Я призываю всех к порядку. Солнцев, Солнцев, а? Говорят, что жену не любишь. А у меня есть рука. Полина, это неправильно. Это она врёт. Ну, подумай сама голову. Уважаемые коллеги. Спасибо. Солнцев. Призвали к порядку свою подзащитную. Скажите, пожалуйста, а где вы работали 7 лет назад? Паспорт на столе районного отделения милиции. Секретарём. Хорошо. Ответьте тогда на следующий вопрос. Да, пожалуйста. Вы были знакомы со свидетелем Смирницким? Вот он сидит. Нет. То есть не были знакомы? Ваша честь, я подвергаю сомнениям показания свидетельницы. У защиты имеется документ. Это справка из отделения милиции, из которого следует, что оба они 7 лет назад работали в одном отделении милиции. А значит, не могли просто не знать друг друга. Я прошу приобщить этот документ к материалам дела. Благодарю вас. Сторона обвинения будет возражать против приобщения? Нет, ваше честь. Постановляю, ходатайство удовлетворить, справку приобщить. И всё-таки, Марина Павловна, вы со свидетелем Смирницким знакомы? Ну, в общем, да. Но просто не узнала, сколько времени-то прошло. Так сомневалась он, не он. А сейчас, насколько близки ваши отношения? Какие отношения, ваше честь? Мы с ним 7 лет не видели. Ваша честь, разрешите, пожалуйста, я опять вынужден констатировать, что свидетели просто обманывают, лжут. У защиты имеются фотографии, которые продатированы 1 августа 2005 года, из которых ясно следует, посмотрите все, ясно, что они не только знакомы, а у них определенно близкие отношения. Уважаемый суд. Вот это новость, а, вот это да. Я так понял, что потенциальный убийца, это мой, есть любовничек моей жены, да? Одно минуту. Молодец. Благородный парень, а? Ваша честь. Одно минуту. Извините. Источник этой информации. Источник информации. Мы вынуждены были воспользоваться услугами частного детектива, который с полным соответствием закона получил эти фотографии. Я уточнил, чтобы все видели эти фото. Они сделаны без проникновения в ваше жилище. Одна из них сделана на улице, другая в ресторане. Все нормы закона были им соблюдены. Ваша честь. Я прошу вас приобщить эти фотографии. Я возражаю против действия адвоката. Это не имеет, во-первых, отношения никакого к делу. Это вам кажется. Все видели, что это имеет отношение. Это не опровергает вины вашей подсудимой. Что-то она совершила. Убийство по найму хотела организовать. Как это доказывать, что кто-то чего-то знал? Это мы еще в процессе доказывания. А здесь четко я сказал. Уважаемые коллеги, ваши позиции мне понятны. И я стороне защиты отказываю в приобщении этих материалов, потому что частному детективу нельзя, согласно закону о частной детективной охранной деятельности, поручить сбор сведений, связанных с личной жизнью. То же касается и съемок в ресторане. Подобного рода съемки, как съемки в помещении частному детективу, без письменного согласия снимаемых, запрещены. Так что ваши фотографии можете взять. Это, конечно, не исключает возможности вызова частного детектива в судебное заседание. Наглядные фотографии тем временем. Ну, еще раз покажи. Вопросы к свидетелю. У меня нет больше вопросов к свидетелю. Спасибо вам. Прошу вас, займите место в первом ряду. Господин Смирницкий, встаньте, пожалуйста. Вы можете прокомментировать то, что здесь происходит? Да, Ваша честь, я могу все объяснить. Встаньте за кафедру. Да. Ваша честь, я могу все объяснить. Это просто дикое совпадение. Дело все в том, что, да, мы с Мариной встречаемся, но получилось так, и тут Сапожникова заказывает ее же мужа. И я бы был бы крайне в любом случае, на меня подумали, только поэтому я не сказал суду правду. То есть только по этой причине. Да, конечно, конечно. Как ты брал деньги-то у моей жены? Я не брал никаких денег. Я просто прокомментирую реплику потерпевшего. Да, действительно, было известно, что жена господина Солнцева содержала Смирницкого. А я что-то... Что эти такие фитнесы у тебя, дорогие? Ты с ним там фитнесом занимали, да? Качались они там, да? Ваша честь, это неправда. Это неправда. Она меня не... Марина меня не содержала никогда. Ну, деньги поддавала? Ну, сплошно они были. Мы хотели вместе открыть это детективное агентство. Она знала, что... Ну и что? Я бы все вернул. Я бы все вернул на копейки. Да, конечно. Оставь себе, пудель, на стрижку. Андрей Тимуревич, встаньте, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Тысяча рублей штрафа за нарушение порядка в зале судебного заседания. Внесите это в протокол. Андрюша, держись, а ну как? Сам заварил эту кашу. Марина Павловна, еще одна реплика, и еще будет ущерб вашему семейному бюджету. Ясно? Да нет. И вставайте, когда с вами говорит судья. Судья нет никакой. Ясно или нет? Ясно, ваше честь. Прошу вас, садитесь. Еще вопросы будут ли господину Смирницкому? Ваша честь, у меня было ходатайство вызвать в суд для показаний, для дачи показаний частного детектива. Но я вижу, что все-таки под прессом и нажимом защиты Смирницкий все рассказал, поэтому я снимаю свою эту просьбу. На скамье подсудимых красивая молодая женщина. Ее обвиняют в организации покушения на убийство любовника. Однако покушение не состоялось. Кто раскрыл жестокий замысел? Виновата ли подсудимая в преступлении, когда любовь превращается в ненависть? Скажите, пожалуйста, о Солнцевой вы рассказали о готовящемся покушении на ее маму? Нет, я ей ничего не говорил. Я ей ничего не говорил, Марина все узнала позже. Зачем мне ее волновать лишний раз? Зачем? Ты видишь, Марина, они сговорились. Они специально меня сейчас вот здесь топят. Андрей Тимурович, вы специально испытываете терпение суда? Благодарю вас за показания. Прошу вас, садитесь. Ваша честь, я хотела бы тоже пояснить, определенную ситуацию, поскольку адвокат защиты все время пытается это сделать. Я считаю, что действия защиты направлены на то, чтобы переложить вину подсудимой на кого-то еще. То есть защита попросту ищет других виноватых. Но тем не менее, мы видели пленку, и на этой пленке четко было видно, что подсудимая передает деньги Смирницкому. Там же в этой же машине у Смирницкого были изъяты вот эти фотографии якобы убитого Солнцева. И обращаю ваше внимание на листик дела 76. Следствие запросило справку из районной поликлиники города Геленджик, где как раз прописано, зарегистрировано и наблюдается мать подсудимой. И, значит, врачи нам ответили, что она совершенно здоровая женщина, никакая операция ей не показана и не планировалось сделать. Это опровергает версию подсудимой о том, что якобы ей нужны были деньги от Солнцева, от потерпевшего на операцию своей матери. Я хотела бы еще предъявить суду доказательства. Разрешите, Ваша честь? Одну минуту. Будут возражения против приобщения справки? Ваша честь, возражений не будет. Более того, я только за то, чтобы их приобщить к материалам дела, потому что по версии защиты это доказывает только тот факт, что у них были хорошие отношения, и он ей ни в чем не отказывал. Постановляю справку приобщить к делу. И какое-то еще доказательство. И еще доказательство я хотела бы предъявить. Это деньги. Вот это деньги, которые были изъяты в ходе вот этого оперативного эксперимента. Вы его видели на пленке. Это 5000 долларов. И на этих деньгах были обнаружены потожировые отпечатки, которые принадлежат потерпевшему. Вот все-таки цинизм меня поражает. Взять деньги у потерпевшего, чтобы организовать его же убийство. По-моему, коллеги, нас заждался еще один свидетель. Давайте вызовем Викторию Олеговну Карпову. Свидетель Карпова. Проходите, пожалуйста. Виктория Олеговна Карпова, и вы подруга подсудимой. Правильно? Да, совершенно верно. Прошу вас, коллега, задавайте вопросы. Прошу тебя, Ваша честь, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о Полине. Что она была за человек? Мы с Полиной из одного города, из Геленджика, и знаем друг друга с детства. Сначала она в Москву убежала, а потом меня за собой перетащила. Вы знаете, с ней на нашей родине такая история приключилась. Полина была замужем. Потом она познакомилась с одним человеком. Стала с ней встречаться, любила его. У них закрутился своего рода роман. Ну, а поскольку Полина девушка честная и не любит лгать, взяла, пришла к своему мужу и все ему выложила. Потом от него ушла. Вика, кто тебя просит? Продолжайте, продолжайте, свидетели. Да, вы знаете, значит, вот этот молодой человек, с которым она, с которым у нее был роман, он был женат. Вот, и никак не мог уйти из семьи. А Полине сказала, что нужно подождать какое-то время, пока не подрастет ребенок, не встанет на ноги. Ну, лет так пять. Вот, ну, Полина и ждала, как верно. Пять лет ждала и дождалась. Этот человек свое слово сдержал. Он развелся и женился на лучшей подруге Полины. Еще один, я считаю, помимо корыстного, еще один мотив. Месть. Заодно и всем мужчинам отомстить, которые ее предавали. Возражаю, Ваша честь. Возражение принято. Возвращение принято. Извините, Ваша честь. Разрешите, я задам вопрос свидетелям. Скажите, пожалуйста, а вы знакомы вот со свидетелем Смирницким? Да, вы знаете, это возитель, которого Поле как такси возил и меня иногда подбросил. Меня интересует событие 3 июля 2005 года. Она вместе с ним с работы уезжала, со Смирницким? Да, совершенно верно. Они меня почти до дома довезли. Скажите, пожалуйста, а вот о деньгах разговор шел? Может быть, подсудимая Смирницкому какую-то сумму задолжала, отдать собиралась? Вот что-нибудь об этом? Да за что же она ему должна-то? Она всегда с ним в начале поездки расплачивалась. И вообще Полина не любит одалживаться. Солнцев ей достаточно денег давало, ей хватало. То есть, правильно я поняла, что в принципе долгов-то у нее никаких и не было? И Смирницкому так же она ничего не должна была? Да нет, вроде не должна. Ваша честь, вот еще одно доказательство вины подсудимой содеянно. Никаких долгов у нее перед Смирницким, перед свидетелем не было. И те деньги, которые она ему отдавала, это плата киллеру за убийство. Может, она и должна? Протесту, и, Ваша честь, это дома с фантазией обвинения. Протест принимается. Это комментарий. Сейчас комментарии неуместны. Что у вас, потерпевшие? Ваша честь, даже если это Полина, я готов ее простить. То есть, получается, вы претензий к ней не имеете? Никаких, абсолютно. Садитесь, благодарю вас. К свидетелю будут еще вопросы? Нет, Ваша честь. У вас? Нет, Ваша честь. Спасибо вам большое, Виктория Олеговна, и вы можете сесть в зале. Уважаемые коллеги, все свидетели допрошены. Желаете чем-то дополнить судебное следствие? Нет, у меня нет дополнения. Нет, Ваша честь. В таком случае судебное следствие завершено, и мы можем перейти к премиум сторон. Не угодно ли государственному обвинителю Марине Борисовне Улищенко произнести речь? Да, Ваша честь, спасибо. Хорошо, что данное дело так закончилось. Я имею в виду вот эту историю с несостоявшимся убийством. И у нас есть возможность у потерпевшего спросить, имеет ли он какие-либо претензии. А если бы не добросовестные действия свидетеля Смирницкого, который заявил о готовящемся покушении в милиции, боюсь, некому было бы такие вопросы задавать. А я считаю, что совокупность представленных обвинениям доказательств позволяет полностью изобличить подсудимую содеянным. А именно в том, что она приготовила убийство по найму. Я хотела бы обратить ваше внимание на фотографию потерпевшего с отпечатками пальцев подсудимой, которая почему-то каким-то образом, защита пытается сказать, что кто-то другой, но тем не менее вот эта фотография с ее отпечатками пальцев оказалась у Смирницкого. И также мы имеем данные, это видеосъемка, тот разговор, который произошел между подсудимой и свидетелем, те действия, они свидетельствуют явно не о том, что благодарная подсудимая отдавала долг свидетелю. Я прошу суд признать подсудимую виновной в приготовлении к умышленному убийству по найму. Я считаю, что наказание вы ей изберете в зависимости от последствий, в том числе учтете, которые по данному делу наступили. Я же в свою очередь прошу ее признать виновной и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. Благодарю вас. Андрей Тимурович, встаньте, пожалуйста. Вот сейчас вы вправе говорить, прошу вас. Валя, прости меня. Прости. Я предлагаю тебе свою руку. Будь моей женой. Солнце, вообще-то я еще живая, ты что? У меня все, ваша честь, простите. Ну вы ведь не хотите стать двоеженцем? На Востоке, говорят, смешон тот, кто делает второй шаг, не сделав первого. Необдуманно. Слово для защиты предоставляется адвокату Александру Станиславовичу Трещеву. Спасибо, ваша честь. Уважаемый суд, мы только что стали участниками сложного, непростого дела. Мы получили обвинительный документ, из материалов которого следовало, что моя подзащитная виновна в этом преступлении. Но, однако, в ходе судебного следствия оно все рассыпалось, как карточный домик. Недостаточно есть тухлое яйцо до конца, чтобы понять, что оно испорчено. То же самое и с показаниями господина Смирницкого. Он был с защитой уличен в том, что он лгал и говорил неправду. То же самое касается свидетельства Солнцевой. А главное, ваша честь, я думал, что же мне все время не дает покоя? И вдруг потом я только вспомнил. Вспомнил то, что обратились они как раз к оперативникам того самого отделения милиции, в котором работали сами. А в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, в части 2 статьи 5, есть некоторые запретительные меры. А именно, запрещено производить оперативно-розыскные действия в интересах лиц, у которых может быть заинтересованность. Версия обвинения не нашла своего подтверждения в суде, поскольку, как мы обнаружили, могли быть и другие люди и лица, а именно жена господина Солнцева, которая могла быть заинтересована в том, чтобы брак их не рассыпался. Поэтому, ваша честь, я убедительно прошу суд принять во внимание все те обстоятельства, которые были исследованы в суде, признать видеозапись недопустимым доказательством, поскольку она была сделана в пользу заинтересованных лиц, показания свидетелей Смирницкого и госпожи Солнцевой недостоверными, поскольку они были нами уличены во лжи, и у нас нет оснований им верить, и вынести один вывод, который можно сделать из этого дела. Оправдать полностью мою подзащитную. Благодарю вас. Пожалуйста, подсудимая, встаньте. Полина Георгиевна Сапожникова, вы имеете право обратиться к суду с последним словом. Вы никогда не задумывались, что слова преданности и предательства очень похожи? Странно, правда? У меня больше нечего сказать, ваше честь. Хорошо, я подумаю над вашими словами в совещательной комнате. Суд удаляется для постановления приговора. На скамье подсудимых красивая молодая женщина. Ее обвиняют в организации покушения на убийство любовника. Однако покушение не состоялось. Кто раскрыл жестокий замысел? Виновата ли подсудимая в преступлении, когда любовь превращается в ненависть? Попрошу всех встать. Суд идет. Провозглашается приговор. Рассмотрев уголовное дело, федеральный суд приговорил Полину Георгиевну Сапожникову признать виновной в приготовлении к убийству по найму, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пунктом З части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения. Прошу вас, садитесь. Полина Георгиевна Сапожникова, встаньте, пожалуйста. Я объясню вам мотивы, которыми руководствовался суд. Вы в свою защиту выдвинули версию о том, что вас подставили, что инсценировали приготовление к покушению, что эта инсценировка базировалась на том, что вы были должны господину Смирницкому деньги, и этим-то и воспользовались. Но суд не может принять вашу версию за основу по следующим соображениям. Прежде всего, господин Смирницкий, как работник, бывший работник правоохранительных органов, должен знать, что игра очень рискованная. До шести лет лишения свободы грозит ему заложенный донос, не говоря уже о потере вас как выгодного клиента. Что касается госпожи Солнцевой, то нет надобности ей устранять вас, потому что в случае развода после 13 лет совместной жизни она бы получила при разделе имущества не меньше половины имущества своего супруга и осталась бы очень и очень состоятельной женщиной. Мы имеем видеозапись оперативного эксперимента. Ваши отпечатки пальцев обнаружены на фотографии предполагаемой жертвы. Если это инсценировка, то каким образом на фотографии, которую госпожа Солнцева дала господину Смирницкому, появились отпечатки ваших пальцев? По совокупности этих очень весомых доказательств вы признаны виновны. Приговор вам понятен, подсудимая? Да. Судебное заседание объявляется закрытым.